Сначала показать, потом попробовать. Основной принцип курсов спецподготовки для журналистов, выезжающих в горячие точки. Главный закон – выжить. Хотя бы первые 5, 10, 40 минут и так далее. Пять дней журналисты из разных городов учились уходить от артиллерийского обстрела, распознавать мины, избегать растяжек, оказывать медицинскую помощь. Теория, как выяснилось, не имеет ничего общего с практикой. Этот свист означает подрыв. Ошибку допустил наш корреспондент Михаил Баженов. Попался на мини-ловушке. Сильно приложил? Ну, я думаю, что это все. А это захват автобуса террористами. Главное правило здесь – не делать резких движений, выполнять все требования захватчиков. Жизнь – игра, но в этой игре слишком многое взято из жизни. Я никогда не был в таких ситуациях и действительно было не по себе. Курсы организованы Союзом журналистов Москвы и Министерством обороны. Идею поддержали все силовые ведомства. Только в Чечне в последние годы убито более 30 корреспондентов. Пропали без вести 12, сотни раненых. В Ираке число погибших журналистов приближается к сотне. Правильно сказали, в свое время на полигоне не бывает шаблонов. Можно объяснить, как стандартно действует ситуация, но ситуация может оказаться непредсказуемой, состоять из многих факторов, которые невозможно будет заранее предсказывать. Учебному центру «Выстрел» общевойсковой академии более 85 лет. Здесь готовят наблюдателей ООН и миротворцев. Лекторами для журналистов были лишь те, кто имеет личный опыт работы в кризисных ситуациях. Буденовск, Норд-Ост, Беслан – испытания, ставшие тяжелыми не только для тех, кто был внутри, но и снаружи. Когда человек начинает выпадать в обморок, дыхание еле заметно, оно ключичное. Надо человеку говорить – дыши животом. Если необходимо, положить руку на живот и двигать рукой вместе с его дыханием. Человека надо вынуждать дышать. Это не только учеба, скорее диалог, где все слушали друг друга. Лекция о том, как обнаружить противопехотную мину, сменялась выступлением на тему, почему власть выглядела так беспомощно во время чеченских кампаний и последних терактов. Винец закон. Самое главное в этом законе не только нормативно-правовое установление, но еще и указ, который параллельно с этим законом и вошел вместе с ним, кстати, в действие, указ президента, который определил четкую вертикаль ответственности сверху дониз. То, чего так не хватало, о чем говорили, за что критиковали власть. Это сделано. По мнению организаторов, если их усилия помогут сохранить в будущем хотя бы одну жизнь, время потрачено не напрасно. По окончании учебы всех ожидает зачет, где журналисты и военные поменяются местами. Вот те минные ловушки, которые вам показали, как их ставят и так далее, вы считаете, вам пригодятся ваши дальнейшие действия? Я не буду их обезвреживать, но для меня очень полезно узнать, как можно ее обнаружить. Вот это очень полезно, потому что мы, бывает, ходим и с инженерной разведкой, и где-то еще. Вот как увидеть мину, я, конечно, к ней не пойду. Но вот, чтобы ее увидеть, вот это мне очень полезно узнать. Вячеслав Гузерман, Симбуховский, РЕН-ТВ, Московская область.